Успешно развивается наступление на северодонецком направлении подразделениями Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооружённых сил Российской Федерации освобождён населённый пункт Метёлкино. Отдельные подразделения Вооружённых сил Украины из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения покидают район боевых действий. Так взвод первой роты 1-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжёлое вооружение и оставил свои позиции. Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. За прошедшие сутки высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в 12.30 нанесён удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия». В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров Вооружённых сил Украины, в том числе и Генерального штаба. Командование группировки войск «Аховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях. В 2020 высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» на территории трансформаторного завода в городе Николаев уничтожены 10 155-мм гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных Западом к киевскому режиму за последние 10 дней. Высокоточными ракетами воздушного базирования в 19-20 нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-й отдельно механизированной бригады, прибывшего из города Владимир Волынский в зону боевых действий на Донбассе. В результате удара по месту разгрузки эшелона в районе железнодорожной станции Губиниха Днепропетровской области уничтожено более 100 военнослужащих вооруженных сил Украины, 30 танков и боевых бронированных машин. В 2.05 в районе населенного пункта Селидова ДНР нанесено поражение живой силе и военной технике 56-й мото-пехотной бригады вооруженных сил Украины. Уничтожено до 200 боевиков, в том числе иностранные наемники, входившие в состав данной бригады, а также 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «ГРАД», 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров. В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении нанесено поражение 7 взводам РСЗО «ГРАД» и артиллерийскому взводу на огневых позициях. Оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожено 4 склада с ракетно-артиллерийским вооружением и артиллерийскими боеприпасами в районах населенных пунктов Максимилияновка, Авдеевка, Зеленое поле и Георгиевка ДНР, а также пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук-М-1» в районе Северска Луганской Народной Республики. Ракетными войсками и артиллерией поражены 22 пункта управления, 48 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах. Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по территории Харьковского танкоремонтного завода уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ураган». Украинские вооруженные силы несут значительные потери от контрбатарейной борьбы. Так, военнослужащий 22-й мотопехотной бригады ВСУ, взятый плен в районе населенного пункта Перемога, рассказал о том, что за последние 10 дней в артиллерийских подразделениях, действующих на Харьковском направлении, потери составили 380 человек, в том числе 90 безвозвратных. За сутки в результате ударов авиации ракетных войск и артиллерии уничтожены свыше 400 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок реактивной системы залпового огня и 28 специальных автомобилей. Войсками противовоздушной обороны России за сутки сбит самолет Су-25 в Воздушных сил Украины в районе Червоная долина Николаевской области. Также сбито 8 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Заводы, Червоный Шахтер, Дементьевка, Глубокая Харьковская область, Кореница Херсонской области, Попасная Луганская Народная Республика и в районе острова Змеин. Кроме того, перехвачены 3 тактические ракеты «Точка-У» в районах Новозвановка и Новоалександровка Луганской Народной Республики, 2 снаряды реактивной системы залпового огня «Ураган», в районах населенных пунктов Большие проходы Харьковской области и Червоная долина Николаевская. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 207 самолетов, 132 вертолета, 1249 беспилотных летательных аппаратов, 344 зенитных ракетных комплексов, 3683 танка и других боевых бронированных машин, 562 боевые машины реактивной системы залпового огня, 2043 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3715 единиц специальной военной автомобильной техники. Большие потери в рядах ВСУ вынуждают украинское командование бросать в бой неподготовленный личный состав, у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением и военной техникой. Так, в 13.30 пара штурмовиков Су-25 Воздушных сил Украины нанесла удар по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкая Днепропетровской области.